Что такое модернизация религии и на чем она основана? Мы рассматриваем в данном случае традиционную религию или ортодоксальную религию. Под словом ортодоксальность мы понимаем то, что предыдущее развитие не выкидывается. То есть бывает реформа, реформа говорит, что вот здесь какую-то часть религии мы выкидываем и теперь будет иначе. А ортодоксальная позиция или традиционная, как можно ее назвать, она не выкидывает ничего из того, что было. Но не выкидывает не значит, что она не меняет. Не выкидывает означает, что она добавляет. То есть модернизация традиционной религии, ортодоксальной религии это добавление к религии в связи с новым развитием. Поэтому ничего не убирается, но добавляется. Теперь, как и почему в религии вообще добавляется? Здесь мы должны поставить существенный вопрос, что такое религия по своей сути? Не какие у нее внешние формы или какие у нее тексты, а что такое по своей сути? Значит, религии, ну, по крайней мере, амрамические все, по своей сути предполагают изначальное откровение. Оно бывает разное в разных религиях. В лудаизме оно смотрится одним образом, в христианстве несколько другим образом, в исламе третьим образом, но всегда это начальное откровение. То есть, приходит нечто с неба. И вот это то, что пришло с неба, оно и является основой религии. И возникает всегда такое представление, что раз это пришло с неба, то это никак менять нельзя. Потому что если мы меняем, то получается, что это мы не считаем... О, спасибо большое. И очень важно... И очень важно тогда, что мы никак не можем это отменять. Но если пришло с неба, это не значит, что мы не можем добавлять. И вот это очень важный момент. Значит, что такое откровение? Откровение – это представление о том, что Бог не только создал мир и человека, но продолжает с ним разговаривать. То есть, хочет что-то человеку открыть. Как-то проявиться по отношению к человеку. И поэтому все авраамические религии неправильно будет считать, что суть религии – это сотворение мира. Суть религии – это не сотворение, а откровение. Так сказать, не только то, что Бог создал мир, а то, что Бог дальше в мире открывается. И здесь всегда встает очень важный вопрос. Вот у нас есть некоторое начальное откровение. Это может быть даявание Таргана Синаи, или то, что Бог открылся праотцам, или то, что Бог открывался пророкам, или в христианстве, соответственно, Новый Завет и Иисус и апостолы, или в исламе это Мухаммад. И это как бы начальное откровение. А вопрос, а после этого Бог прекратил открываться или продолжает открываться? И вот это критически важный вопрос. Если Бог прекратил открываться, то это довольно странно. Ведь Бог создал мир, чтобы с человеком общаться. Общаться – значит продолжать открываться. Но если Бог продолжает открываться, то Он говорит что-то новое. Есть какое-то новое откровение. Окей, оно не такое, как начальное. Никто как бы не спорит с тем, что откровение на горе Синаи, оно не может быть никак повторено в истории, или ничего подобного этому нет. В меньших масштабах. Но оно же продолжается. И если откровение продолжается, то продолжается и обновление религии. Ведь что такое религия? Это восприятие этого откровения и какая-то его формализация, какая-то его, ну не обязательно сказать запись, запись это слишком мало, какое-то его инкорпорирование в нашу жизнь. Мы это откровение как-то реализуем, как-то согласимся с ним. Но если откровение продолжается, то религия обязана модернизироваться. То есть, вместо обычного взгляда, что правильная религия, это то, что было в начале, а все остальное это люди добавили, вместо этого возникает совершенно другая картина, что есть то, что в начале, и если человек действительно верит, и если эта религия живая, то она не может не развиваться. Потому что если диалог с Богом продолжается, то продолжается новое понимание. Это новое понимание требует новых акцентов, нового взгляда, нового подхода. Это никогда не может быть выкидывание старого. Но это обязательно достаивание. И вот это самый первый пункт. То есть, если диалог продолжается, то религия обязана модернизироваться. И тогда не модернисты это что-то такое ненормальное, а наоборот, те, кто не модернисты, они ненормальные, они не видят живого диалога с Богом. Для них диалог с Богом в прошлом. Потому что если диалог продолжается, то продолжается новое взгляда. Теперь, при модернизации всегда возникает несколько важных проблем. Первая проблема – это применимость предыдущих решений или рекомендаций или установок к сегодняшнему дню. И здесь всегда при модернизационном подходе ответ такой, что все эти решения, которые приняты очень уважаемыми и важными людьми, они относятся к их времени. Если мы будем спорить в то время надо было так или в то время надо было не так, то это интересный академический спор. Но что касается нашего времени, то ни в коем случае нельзя переносить решения предыдущие на наше время. Потому что в наше время другая ситуация и прежние вещи не подходят. И в таком подходе с одной стороны сохраняется все уважение к предыдущей традиции, с другой стороны нет никакого слепого копирования из законов прошлого на наше время. Ну, например, рассмотрим простейшие случаи этого в аудаизме. Как вы, конечно, знаете, в книге «Вторезаконие» и раньше несколько раз, но «Вторезаконие» особенно подробно сказано, что при завоевании Ханаана нужно истребить всех его жителей. Знаете, да, конечно? Вот. И человек открывает, неважно, даже христианский или еврейский, открывает Библию, говорит, вот видите, какой ужас, как это можно, такая же ужасная книга Библия. И очень часто мы видим, что люди, которые как бы нацелены антирелигиозно, когда им говорят, что Танах или там Библия это важное наследие позитивного взгляда, он говорит, такой позитивный взгляд. Да вот мы открываем и написано там, нарушает субботу, побить его камнями, ну, или там что-нибудь еще, да, или там неверная жена закидать его камнями, а всех жителей Ханаана убить, обратить в рабство, ну, и миллион таких законов, которые там есть. И всегда, всегда люди религиозные, им не очень понятно, ну, и как им, собственно, защищаться, потому что, если мы говорим, что библейский текст, он это святое, это божественное откровение, это божественный свет, у тебя говорят, такой божественный свет, ну, вот смотри, чем там написано, то всегда и очень важный и правильный ответ, что религиозная традиция уже давно это рассмотрела и постановила, что это относилось только к тому времени. Поэтому, а как же там у вас ужасные вещи написаны, это можно обсудить, но это относится к истории. Надо ли было так поступать в 13 веке до новой эры, это вопрос интересный, академический, уж точно не имеющий к нам никакого отношения, к практическому. Чтобы оценить, что тогда происходило, нужно с ней, какой тогда был мир, какие тогда были нормы и вообще, какая была мораль и много всего другого, что не применимо к нам. А традиция религиозная давно-давно постановила, что все это никакому нашему времени не применимо. Поэтому, действительно, есть ли в Библии такие ужасные моменты? Есть, но давно решено, что они не применимы. Поэтому, нечего их, так сказать, ими размахивать, то, что нужно взять религиозную традицию в полноте, а не выгонивать отдельные фразы. Это исторический материал, а не для применения. и вот это один из, по сути, делал элементов, которые в ходе развития религии являются модернизационным. То есть, модернизация, она не началась сегодня. Это не то, что раньше все было как постоянно, а сегодня мы вдруг начали модернизацию. Она шла всегда. Я очень люблю такую фразу, что история одноциальной религии это история сплошных революций. Не надо думать, что история одноциальных религий это история стандартного следования начального образца. Всегда, всегда шла революция. Каждые сто лет был переворот. Ну, я здесь на базе иудаизма, конечно, мне это проще сделать, но когда Маймонит высказал свои, значит, принципы, то было такое противодействие, что его книги сжигали его противники. А когда хасиды выступили со своим походом, то их подвергли херму, то есть отлучению. И сегодня, конечно, у нас и Маймонит, и хасидизм это прямо базовая основа иудаизма и никуда их, так сказать, не только не вытащишь из-за иудаизма, они как бы одни из толков иудаизма. То когда они появлялись, то тогда им было такое противодействие, что почему было противодействие? Потому что это была революция. Поэтому история религии ортодоксальной это история сплошных революций. А вовсе не история повторения того же самого. И поэтому то, что мы говорим сегодня про модернизацию, это не то, что мы сегодня в ДУх стали модернистами, а раньше все было значит чинно, хорошо и постоянно. Ничего подобного, постоянно это было. Это постоянная система модернизации. И она исходит из того, в религиозном плане, она исходит из того, что действительно есть начальное раскрытие Бога, но есть продолжающийся диалог. И этот продолжающийся диалог заставляет нас иначе посмотреть на многие вещи. теперь, даже, например, в рамках Танаха, то есть Ветхого Завета, если мы говорим, что Моисей получил все на горе Синай, то почему же дальше нужны были пророки, которые еще что-то получали? И нет сомнения, что у пророков есть вещи, которых нет у Моисея, что запроги действительно, они совпадают. То есть в пророки не добавляли заповедей, но новый взгляд и новый подход и новые концепции пророки очень даже добавляли. Самый простой пример это концепция Мессии. Концепция Машеха в пятикнижии нет. Она чуть-чуть есть на нее как бы намеки и указания, но разработанная концепция Мессии это, конечно, книги сначала это Давид и Соломон и Саул, то есть это книги Шмуля и царей, а потом это Исаия и Меремия и Хаскель, то есть пророки поздние относительно, которые пришли через много столетий и дали новый взгляд Захария, которые дали новый взгляд и заведомо иначе расставили акценты, чем было раньше. они ничего не отменили, они все сохранили и из пяти книжей они не вытащили ни буквы, но при этом добавили новые аспекты. Вот. И если даже на таком вещи мы видим развитие, то почему должно притягиваться позже. Здесь также всегда есть вопрос про пророчество. Как мы знаем, евреи с притриадицией считают, что пророчество притриотилось в самом начале второго храма, то есть примерно пятый век до новой эры и что после этого пророков нет. И поэтому Танах является как бы книгой закрытой, он закончен, потому что пророков больше не появляется. А в Танахе речи пророков. Это верно с одной стороны, но есть в Талмуде совершенно замечательное выражение, что хотя мы, сегодняшние евреи, не являемся пророками, мы являемся детьми пророков. Это понятие «дети пророков» это означает, что никто из нас не может дать пророческий текст и объявить, что он с неба. Но мы все как целое воспринимаем вот этот божественный голос и как-то его формализуем, представляем. То есть продолжающееся откровение идет не через пророков. Продолжающееся откровение идет через наше восприятие общего развития культуры, социума, идеи, искусства, науки и всего, что является культурой. И вот это религиозное восприятие развития социума и культуры и желание из этого взять то, что Бог хочет нам сказать, то есть что такое религиозное восприятие, это восприятие культуры и развития социума как продолжение диалога человека с Богом. И соответственно мы хотим это воспринять, понять и интегрировать это в наше религиозное представление. Это и есть модернизация. И она исходит еще из того, что диалог продолжается, что диалог не прекращается и поэтому нельзя сказать, что религиозное мировоззрение закончено. Оно обязательно продолжает развиваться. И оно, как я уже сказал, в атаксальном подходе, оно никогда не выкидывает из предыдущего. Но оно очень даже может по-разному расставить акценты. То есть какие-то вещи объявить, что они являются чисто историческими. то, что я поедал примеры. Например, завоевание Ханаана, уничтожение ханаанских народов, или законы о рабстве, или еще какие-то законы, которые были в определенное время, но дальше не реализуются. И это еще раз, это не современное наше решение, это совершенно классическое и до нас уже религиозные авторитеты постановили, что эти вещи неприменимы к сегодняшнему. Уже две тысячи лет, как в Талмуде записано, что эти вещи неприменимы к сегодняшнему. Но мы дальше тоже продолжаем по-разному выставлять акценты. То есть, святой текст, или священное писание, оно остается тем же самым. То, что написано пером, особенно в святом тексте, естественно, ничем вырубить, никаким топором нельзя. Но можно по-разному расставить акценты. Что вот это очень существенно, и на этом мы должны обойти первейшее внимание. А это идет второй очередью. И вот такая расстановка акцентов, она меняет реальную религию. Давайте я вам приведу несколько примеров. Значит, вот такой первый совершенно стандартный пример, это пример является ли занятие наукой выполнением религиозной запреки. Не медицина, где мы там спасаем человека, это легко, да? Не что-то такое практическое, простое. А само занятие наукой, даже теоретической наукой, серьезной наукой, является ли это выполнением религиозной заповеди, является ли это религиозно ценностным действием, или к религии это отношение не имеет. Само по себе занятие наукой. Теперь, формально нигде это не записано. Нет у нас такого текста, который говорил, что это является наукой, и нет у нас такого текста, который говорил, что это является заповедью, нет такого текста, который говорит, что это не является заповедью. Можно, если с еврейской стороны подходить, то можно найти определенные вещи Маймонида, скажем, позитивная по науку, но это не имеет статуса такого всеобщего представления. И поэтому этот вопрос в большой степени остается на нас самих. Я всегда люблю проводить такой в аудитории тренинг и спрашиваю, скажите, какая первая заповедь, которую согласно Таре, согласно Пятикнижию Бог дал человеку? Самая-самая-самая первая заповедь. В лучшем случае люди вспоминают, что «плодитесь и размножайтесь». Которое написано. Что-что? Что-что? Нет, это во второй главе. Секунду, секунду. Окей, прекрасно. Вы уже, может быть, прочитали, у меня это всего-навсего написано. Действительно, первая заповедь такая. «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над ней». Очень часто люди помнят только начало, что «плодиться и размножаться», а что наполнять землю и властвовать над нею, это немножко выпадает из внимания. Но как только мы видим, что первая заповедь – это властвовать над землей, то это значит, что наука – часть этой заповеди. Ведь властвовать над землей невозможно без того, что у нас развиты науки, технологии, социум. То есть, в простых, в сегодняшних терминах это называлось бы построение цивилизации. Распространяйтесь по всей земле и властвуйте над землей – это и есть цивилизация. Что такое цивилизация? Цивилизация – это и есть власть человека над землей. То есть, с естественной точки зрения холодно и дождь, а я здесь укрылся, мне тепло и свет. Вот. И это все цивилизация есть, и все это наука нам, собственно, обеспечивает. И поэтому наука – это интегральная часть самой первой заповеди, которую Бог дал человеку. Только она, это заповедь, она не отдельному человеку, она не отдельному Миши или Саше, а она всему человечеству в целом. И даже не одному народу, это человечеству. И такое представление, что есть заповедь человечеству, это для нас немножко странно, потому что обычно религия концентрируется на заповедях индивидууму, но в лучшем случае заповедь общения. Уже на уровне народа это уже очень проблематично для религиозного взгляда. Но уж на уровне человечества, чтобы были заповеди, мы как-то даже не говорим на таком языке. А на самом деле эти заповеди есть. И поэтому вот эта первая заповедь, она включает в себя постоянное цивилизации и, соответственно, развитие науки и технологии. Поэтому не только наука, но и технология, ни в коем случае нельзя сказать, да это все, так сказать, не имеет никакого духовного содержания, да это все только преобощение материальным, ничего подобного. Это первейшая заповедь. И здесь очень сильно разница в том, представитель религии понимает эту заповедь или нет. Но если, скажем так, к равину или к священнику приходит человек, молодой человек, скажем так, который вы, допустим, в религиозной семье, ему важно мнение равина или священника, он его спрашивает, скажите, пожалуйста, вот я хочу заниматься наукой. Это как, богоугодное дело или это чепуха? То огромная разница, что ему ответит. Если ему равин или священник скажет, отлично, это прекрасно, это первая заповедь данная человеку, ты будешь в этом соучаствовать, это так превосходно. Ты можешь вложить свой вклад в эту такую нетривиальную вещь, конечно, занимайся наукой, только помни, что наука это не просто так, что наука это божественная возможность, что Бог создал нас понимающими мир. Это не случайно, что мы можем построить модели, которые, то есть, что это наука, это построение моделей, которые дают совпадение с экспериментом, то есть, которые помогают нам прогнозировать, что будет, и тем самым успешно жить. И в этом вообще суть науки. Так вот, это же возможность освободиться и беседине, это и реально. То есть, в нас вложил Всевышний возможность понимать мир, возможность продвигать мир. Это божественное качество. Он нам заповернул это делать не просто так, а ради духовного продвижения, а не улучшения жизни людей. Поэтому, конечно, занимайся и помни, что это важнейшая религиозная ценность. Это один ответ. Совсем другой ответ. Арина Ильсиния скажет, ну, какая чепуха, зачем тебе это надо, ну, если там только тебе за оплату получать, а вообще лучше ты, значит, иди там в удаизме, там, в талмут учили, там, в христианстве, соответственно, могут и пойдешь. То есть, в священнике есть ты такой талантливый, или что-нибудь еще такое. Понятно. Вот. То есть, какая у нас будет эманирована от религиозного... Это касается и священника, и любого религиозного человека, потому что нас часто спрашивают не формально служителя, да, так сказать, религии, а просто религиозного человека спрашивают, а что вы думаете про это? И поэтому от того, какой мы, религиозные люди, эманируем подход к науке, чрезвычайно сильно зависит отношение людей к религии. Потому что на самом деле люди чувствуют интуитивно божественность науки. И поэтому столкновение с наукой, вот такое фронтальное, да, это все чепуха, никому не нужно, это чудовищный ущерб для религии. Именно потому, что мы тогда не соответствуем своему назначению. Ведь что такое, чем вообще занимается религия в мире? Я здесь несколько записей, видеозаписи сделал диалогов, которые я такое название дал – триалог. Триалог – это диалоги между религией, наукой и искусством. Мне кажется неправильным позиционировать диалог между религией и наукой, потому что тогда они выступают в качестве противоположных сил. Когда у нас три противоположные силы – религия, наука и искусство, то есть триалог, то это гораздо лучше, потому что всем людям понятно, что наука и искусство, их противопоставление – это примитивно, что на самом деле они дополняют друг друга. И это тогда распространяется, вот это понимание, что это дополнительность распространяется на все. Поэтому триалог мне кажется очень подходящим. Вещу, я вот это сделал, эти записи, и вот сейчас постепенно их выкладываю на свой Facebook и YouTube. И за что ответственна наука в этом триалоге? Наука ответственна за построение моделей, с помощью которых мы можем предсказать результаты наших действий и, соответственно, жить успешно. Потому что, чтобы построить здание, чтобы построить мост, чтобы развить любую область технологий, мы должны предсказывать, что будет, если мы это сделаем. Собственно, за это и отвечают все научные теории. Чтобы мы могли предсказать результаты наших действий, и поэтому действовали адекватно для достижения наших целей. Иначе мы будем строить мост, а он и развалится. Мы должны предсказать и построить такой мост, который не развалится, условно говоря. То есть, наука отвечает за власть над миром в аспекте предсказания наших действий, и поэтому нахождение для нас адекватного пути функционирования. Искусство отвечает за всеми за другую вещь. Искусство, прежде всего, дает нам эмоциональное переживание, которое, на самом деле, вещь гораздо более ценная, чем наука. Потому что, если науку мы, так сказать, ею питаемся опосредованно, наука сделала технологию, технология построила дом, мы пользуемся этим домом. Это не опосредованно. Мы от самих законов Ньютона не очень получаем позитив. Мы только что, если кто любитель науки. Но вообще, так сказать, законы Ньютона, большое им спасибо, что они нам поставляют строить дома, ну, понятно, в простом смысле, и, соответственно, этим пользоваться. Но искусство, мы им питаемся напрямую, потому что эмоции, это и есть то, ради чего мы живем. Мы все, на самом деле, прежде всего, питаемся эмоциями. Это наш, собственно, хлеб, да? После физической пищи, самое, что мы, на самом деле, хотим потреблять, это эмоции. Там нельзя, люди говорили, хлеба и зрелища. Потому что зрелища, они точно такая же еда, как и хлеб. В шелку, в смысле слова, мы все, вся наша жизнь – это эмоции. Ради них мы живем, мы их потребляем. И искусство нам, прежде всего, напрямую эти эмоции дает. И оно дает нам более сложные вещи, более сложное понимание мира, более сложные эмоции. И мы все это любим, потому что, так же, как еду мы не любим однообразную и простую, а любим еду вкусную, разнообразную и со множеством обертонов во вкусе и деталей, так же мы любим и искусство, чтобы оно не было простым и примитивным. Потому что эмоции мы любим не простые и примитивные эмоции, а мы любим сложные эмоции. Как мы любим сложные вкусовые ощущения, так мы любим и сложные эмоциональные ощущения. И вот искусство нам это поставляет. И поэтому понятно, что наука искусства друг другу не противоречит, а наоборот наполняет. Вот. Но, а религия какое место в этой катике занимает? Религия нам определяет ценностную систему. Это самое главное. В чем религия важна? Она определяет картину мира, то есть нарратив, в котором мы живем внутри нарратива. Понятно, что мы живем не внутри физического мира, а мы живем в том пространстве, как мы описываем мир вокруг нас. Это описание, оно уже нарратив, это и есть пространство нашей жизни. И вот в этом пространстве есть ценностная система. И вот эта ценностная система, собственно, это и есть религия. Религия отвечает за эту систему. И поэтому чрезвычайно важно не только в религии заповеди или ритуалы, а вопрос, какую ценностную систему мы расставляем относительно новых явлений нашей жизни. Потому что именно новые явления, они-то самые и проблематичные, про них нет традиции, про них непонятно, что было раньше. И вот именно их мы должны правильно, адекватно интегрировать в нашу ценностную систему. Адекватно означает, что мы тогда живем успешно. И духовно успешно, и материально успешно. Это и есть слово адекватно. И поэтому, когда мы правильно интегрируем науку в религиозную картину мира, то это не значит, что мы хотим с точки зрения религии диктовать науке, как ей себя вести. Ничего подобного. Мы науке диктовать не должны. Точно так же, как и наука не должна диктовать религии, как религии вообще с собой обходиться. Мы должны с точки зрения религии правильно оставить ценностную систему. Мы должны объяснить, чем важна наука. Вот за ценности отвечает религия, а не наука и не искусство. Это может быть религия формализованная, это может быть идеология, которая заменяет людям религию. Но расстановка ценностной системы – это самое первейшее религиозное действие. Когда какая-то идеология хочет расставить ценностную систему, то, в общем-то, это и есть религия вот этого человека, который ей соответствует. Ну, второе исследование. И поэтому расстановка ценностной системы относительно новых явлений – это совершенно необходимое религиозное действие. И оно может быть только модернизационным, потому что явления новые, и поэтому найти к ним правильное, адекватное, ценностное место – это новое, всегда обновление религии. Вот это пример более-менее того, как модернизируется религия, воспринимая науку как ценностное действие. Теперь, если вы спросите, есть ли у нас раньше такой подход, то, скажу вам честно, я его нигде никогда не встречал. Я не знаю, чтобы было прямо вот такое объяснение, что Бог заповедовал людям строить цивилизацию, и поэтому наука – это религиозно ценная вещь. Но то, что я его нигде не встречал, это не значит, что я не могу его высказать. И в этом высказывании я опираюсь как раз на текст писания, на религиозную традицию, на общий подход религиозной традиции. То есть, это все в русле традиции, но является новым словом в этой традиции. И вот это очень-очень важно. Прочел много книг по науке. Если он прочитал много-много книг по науке и может их даже пересказать, то он может быть популяризатором, он может быть лектором общества знания. Но ученым он не является от того, что он прочел много книг по науке. Кто является ученым? Это тот, кто может сказать новое слово в науке. Не повторить то, что было раньше, а сказать новое слово. Причем сказать его так, чтобы остальные ученые согласились, что это новое слово в науке. Если, ну допустим, если ученые разделились пополам, то все отлично. Если даже треть ученых его поддержала, то это уже вполне достаточно. И но если никто не поддержал, все сказали, что это чепуха, и никакая это не наука, то, извини, мы наукой это считать не можем. Хотя бы... Прости, я не думаю, что через некоторое время спать. Практически... В практике спать же было? Нет, нет, нет. Практически нет. Всегда, когда есть новое революционное знание, то всегда значительное число людей довольно быстро это поддерживает. Это не обязательно большинство сразу поддерживает. Большинство может не согласиться, но кто-то обязательно поддерживает. И кроме того, другие ученые не обязаны согласиться с результатами, но они должны согласиться, что это наука. Понимаете разницу, да? Ну, начало. Они должны согласиться, что это концепция научная. Он может сказать, я эту концепцию не разделяю, но она научная. Если же все ученые скажут, нет, твоя концепция не научная, она не проходит проверку самыми базовыми требованиями к научной теории, то, извини, его концепция будет не научная. Ну, для простоты примера. Самый простейший пример. Ну, например, Фоменко. Да, такой российский математик. Очень выдающийся математик. По-моему, там, академик или член кур. И вот он влез в историю. И в истории написал кучу книг. Вот он как бы анализирует историю на основе затмений, что вообще никакой истории не было. Но все, сто процентов историков говорят, извини, это бред. Ты не учел вот того, 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 того и того, просто я смотрю от тебя, невозможно. Это не наука. И поэтому Фоменко в области истории – это не наука, это билетаристика. Никто из ученых, не то, что он не согласился с орудами, он просто не принял его методов, потому что он говорит, ну, это не соответствует всем нормам научного изучения. Понятно. Это один пример. Совсем другой пример, что ученый выдвинул нечто новое, чего не было, и не все сразу согласились. И это нормально. Но они признали, что это научная теория. Ну, как всем нам хорошо известно, Эйнштейн до конца жизни не принял квантовую механику. Знаете эту историю, да? Что Эйнштейн сказал, что Бог не играет в кости, и поэтому, значит, вероятностную модель квантовой механики он отвергал. Ну, что? Он же соглашался с тем, что это наука, с которой он не согласен. Никто не возникал, что квантовая механика не наука. Она сделана по научным требованиям. И это огромная разница. Поэтому ученый – это тот, кто может сказать новое слово в науке. Пусть не все сразу согласятся. В религии, кстати, то же самое. Когда Бешт сказал новое слово в кабаре или в иудаизме, его сначала отвергли руководство религии, но за ним пошло сразу много серьезных религиозных деятелей, он не на пустом месте это сделал. За ним сразу стояла группа серьезнейших религиозных, так сказать, равинов, которые его поддержали. И это уже нормально. Равхоп в начале XX века тоже был почти один, который такое рассказывал. Тем не менее, сразу была школа. Сразу некоторая группа к нему образовалась. Все остальные соглашались, что это серьезный религиозный анализ, с которым они были не согласны. Мне такой замечательный термин сформулировали. Великий, ну, слово Гаона, значит, гной бы, великий религиозный авторитет, который в данном случае ошибся. Но не было того, кто бы не говорил, что это, так сказать, вообще чепуха и, так сказать, к иудаизму отношений не имеет. То же самое в науке. Зачем я это сейчас говорю? Что так же, как это в науке, так же это в религии, по сути дела. Я хотел совсем другое. Не то, что признают, а то, что новое. Мы ученым считаем, ученым, такого человека, который говорит в религии, в науке новое. Если он нового не говорит, то он не ученый. Отсюда возникает серьезнейшее... Не, 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 все отлично. Отсюда возникает... Что? Отсюда возникает, кого он называет богословом. Правильно, совершенно верно. Богословом называется тот человек, который говорит новое слово в богословии. Не тот, кто повторяет то, что было раньше. Тот, кто говорит новое слово, с которым, но пока имеет часть других богословов, согласится, что да, это новое интересное слово. То есть, настоящий религиозный человек – это не тот, кто соблюдает религию. Настоящий религиозный человек – это тот, кто развивает религию. Вот это совсем, совсем, совсем другой подход. Совсем новое время. Понятно, да? Вот это мы назовем настоящим, так сказать, религиозным. Потому что каждый из нас может услышать этот божественный голос в своем, так сказать, спектре. У каждого свой слух. Божественный голос, он издается по всему, как бы, так сказать, широкому фронту. В самых разных аспектах жизни. И каждый умеет слышать только свой участок. И поэтому для каждого нужно постараться услышать божественность вот в том небольшом участке, в котором именно у него религиозная интуиция. В котором именно он умеет понимать. И вот то, что он услышит, это формализовать, объяснить, обсудить и внести в религиозное сознание. То есть, как бы оценивать уровень религиозности нужно не по уровню повторения прошлого, а по уровню развития прошлого и изменения. Вот такое предложение является, мне кажется, совершенно меняющим наше представление о том, что такое религия. Религия – это возможность услышать новое слово божественное и правильно модернизировать, правильно трансформировать, правильно продвинуть систему ценностей, чтобы она включила вот эти новые параметры, без которых религия совершенно не может существовать. Потому что люди чувствуют эту систему ценностей, она же в воздухе висит, она же распространяется, и поэтому если люди чувствуют, что религия на это не дает адекватного ответа, то они от религии уходят. Религия обязана бежать вперед постоянно, чтобы хотя бы держаться на месте. Вот это, мне кажется, очень важным в концепции религиозного модернизма. Не сказать, что модернизм – это что-то такое ненормальное, наоборот. Только модернизм – это и есть настоящая религиозность, потому что это желание услышать голос Бога в сегодняшней жизни. Субтитры создавал DimaTorzok